Добрый вечер, события недели в информационном выпуске программы Северный Сахалин. Прокурор Сахалинской области встретился с бизнес-сообществом АХИ и провел прием граждан. Андрей Колесников считает, что у Севера Сахалина хорошие перспективы развития. Сбой системы оповещения в городском округе исправили. Сирена сработала в охетры раза за сутки, но оказалась ложной. Сегодня расскажем, что делать, если услышали сигнал об опасности. В мире отметили Международный день коренных народов. В селении Красовка в этот праздник устроили выставку мастеров и дегустацию блюд национальной кухни. Сейчас об этих и других событиях более подробно. Прокурор Сахалинской области Андрей Колесников провел прием граждан и встретился с бизнес-сообществом АХИ. Говорили в том числе и о будущем муниципального образования. Исполняющий обязанности прокурора Сахалинской области Андрей Колесников побывал с рабочей поездкой в АХИ, провел прием населения и встретился с бизнес-сообществом. Граждане обсуждали в основном переселение старого пострадавшего от землетрясения жилья. Напомним, новый жилой фонд ВАХИ, хоть и спустя четверть века после трагедии, начал активно строиться. На прием к прокурору пришли также с просьбой о развитии города, улучшении его инфраструктуры, строительстве перерабатывающей промышленности, возрождении сельского хозяйства. Эти вопросы, кстати, обсудили и за круглым столом с представителями бизнеса. Андрей Колесников считает, что многое зависит от самих ахинцев, их предпринимательской инициативы, поддержать которую правительство Сахалинской области всегда готово. Сегодня существует огромное количество мер поддержки, которые ждут своих получателей. Это и субсидии, и гранды, и займы под минимальные процентные ставки. Сегодня беседовали с вашими сторожевами, кто здесь родился и вырос. Они рассказывали про советское время, говорили, что здесь были теплицы, выращивали сельскохозяйственные промышления, здесь птицеводческие хозяйства были, были куры и ядерские. Сам хост был, и люди говорят, для нас это востребовано. Но почему вам, субъекты правительской деятельности, в этой сфере себя не попробовать, учитывая то обстоятельство, что сельскохозяйство, но высокодотационная отрасль, и кто открывает бизнес в этой сфере, он получает достаточно большие дотации. Я думаю, что здесь сфера и поле для вашей деятельности. Север Сахалина – это нефтяной клондайк России, где находятся крупнейшие нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Сегодня в силу политических событий, а точнее недружественных действий иностранных государств, проекты будут работать в заслуженной мере на Россию. Президент страны Владимир Путин подписал указы о национализации проектов. И с учетом того, что мы переориентируемся на Азиатско-Тихоокеанский регион, а с учетом того, что здесь, как мне рассказали о нефти, в некоторых местах вообще и земли изливается, есть такие даже природные моменты, если не обманывают, конечно. Не обманывают. То, наверное, потенциал здесь огромный. И я так полагаю, что здесь легко извлекаемый нефтегаз. То есть нет никаких сложных технических составляющих. Поэтому я думаю, что Азиатский округ будет развиваться. И развиваться очень сильно. И новая динамика, она пойдет. И, скажем так, и на бюджет это тоже будет влиять. Я полагаю, что значительно будет влиять. А появятся деньги, появится развитие. Развитие появится, будут люди здесь оставаться, создавать семьи. Будут новые работники приезжать на предприятие. Прокурор рассчитывал помочь предпринимателям, если у них будут какие-то жалобы и препятствия в их работе. Но услышал напротив благодарность в адрес работников правоохранительных органов и прокурорских работников. В этой полиции мы более-менее довольны. Что касается функций самой прокуратуры на Ахинском уровне, я бы сказал, что после того, как у них забрали лет 5 или 8 назад функции следствия, то у прокуроров появилась масса возможностей для защиты просто обычных гражданных судов. Мне, как известно, вплоть до того, что пенсионеры обращаются в прокуратуру с заявлением, и прокуратура оказывает правовую поддержку вплоть до суда. Я был лично свидетелем, как Ахинский городской прокурор Мамедов ходил в суд по заявлению какой-то пенсионерки. Для меня это было показателем. Раньше представить себе, что прокурор пойдет в суд просто потому, что пенсионерка захотела, чтобы он представлял ее законные интересы, весьма затруднительные. Я это видел. Прокурор, кстати, отметил, что впервые слышит столь теплые слова в адрес силовиков. Но сегодня в Ахе это действительно так, и вряд ли у кого-то из Ахинцев возникнет опасение выйти на улицу в ночное время, боясь хулиганов или грабителей. Андрей Колесников привел пример, когда бизнесу необходимо обращаться за помощью прокурору в том числе. Сейчас в федеральном законе номер 70 на 22 года в кодексе об административных правонарушениях внесены изменения, которые говорят о том, что привлечь юрлицо к административной ответственности, не пройдя процедуру привлечения должностного лица, невозможно. То есть это тоже такая форма фильтра, которая позволяет руководителю юридического лица принять меры для того, чтобы в будущем финансовая нагрузка в виде административного штрафа его не подкосила и не подкосила его бизнес. Потому что некоторые штрафы, они и в миллионах исчисляются. Поэтому вы это должны знать, понимать. Если вы вдруг видите и считаете, что, я сразу же как говорюсь, вы можете и ошибаться. Вы можете, скажем так, неправильно трактовать ту или иную норму закона. Но если вы считаете, что ваши права нарушены, не надо бояться и стесняться обратиться в органы прокуратуры с обращением о защите ваших прав. Если, например, вы правы, мы вас поддержим. Если не правы, мы вам разъясним, что, извините, вы сами виноваты. Но стесняться того, что я пойду к прокурору, может быть, я сам не прав, абсолютно не точно. О работе на перспективу говорили за круглым столом, о том, что для этого необходимо, а что мешает развиваться. В первую очередь упомянули большие транспортные расходы. Здесь, опять же, есть ряд мер поддержки от правительства. Необходимо ими активнее пользоваться. Еще одна транспортная проблема – автодорога. Часть ее – без асфальта. Проблему вновь взяли на заметку и в работу. Я сегодня предпринимал ваших жителей, жителей Ахи, которые поднимали вопросы авиа, ЖД и автомобильного сообщения. Действительно, этих вопросов много. Эти же вопросы нами подняты в рамках наших инициативных прокурорских проверок, в том числе по дорогам. Мы знаем, что трасса Южно-Сахалинск-КХ, у нас федеральная трасса. Есть большой участок дороги, который не приведен в нормативные требования. Он должен был, согласно категорированию, быть со сварто-бетонным покрытием, со всеми мостовыми переходами, водоотводными каналами и так далее. Дорога должна быть в нормативе. И хотя бы обеспечив автотранспортное сообщение, та логистика по доставке, она уже будет здесь легче. От этого будут развиваться и дальнейшие вопросы. Что касается авиасообщения, вот мы с Еленой Николаевной разговаривали, сейчас в завершающей стадии идет сертификация вашей портовой авиапортовой гавани, которая позволит в том числе расширить перечень самолетов, более большой вместимости для авиасообщения и его развития и увеличения частоты полета. Прокурор будет разбираться и с тарифами на тепло для бизнеса. Напомним, пару лет назад они взлетели на 250 процентов и до сих пор, по словам предпринимателей, не вернулись назад, не снизились. Тариф по теплоэнергии. Губернатор в курсе этого, когда приезжал в прошлом году, это все озвучивалось при встрече с населением. И вот все нам обещают, что как бы тариф снизится там, что-то там не так заработает, что-то будет. В общем, очень платим дорого. Повышение тарифов для бизнеса было связано с остановкой добычи нефти на север Сахалина. Кстати, приступить к добыче компания ННК, приемник Роснефти, должна в ближайшее время. Поговорили в том числе и о 44-м федеральном законе, который позволил каждому предпринимателю или предприятию участвовать в конкурсных процедурах на исполнение госконтрактов, любых, будь то строительства или производства, закупки или транспортной перевозки. Закон исключил коррупционную составляющую при получении государственного или муниципального заказа. Этот же закон исключает и участие недобросовестных предпринимателей в подобных процедурах. Если мы добьемся добросовестности всех субъектов предпринимательской деятельности, тогда мы добьемся равных условий для всех. И тех вопросов, которые вы поднимаете, они сами по себе исчезнут. Потому что никакой предприниматель из западных регионов страны, понимая о том, что осуществляя контракт и исполняя контракт на отдаленной территории и соблюдая все законы, ему необходимо будет получить определенную выгоду. Если для него это выгодно не будет, он сюда не пойдет. Поэтому наша задача с вами совместно выстроить такую систему взаимодействия, что если вы это видите, и есть недобросовестность субъекта предпринимательской деятельности, таким образом реагировать нам, правоохране, чтобы мы эти факты пресекали. В Ахе Андрей Колесников встретил знаковую для себя годовщину ровно год, как его направили служить на Сахалин. Живет и работает здесь он с удовольствием и большим интересом. Я практически все территории посетил, кроме Северокурибска. Сахалин затягивает, не отпускает. Очень сильно. Смотрит. У меня возникает желание по Сахалину поездить, посмотреть. Свободное от работы время и насладиться той красотой, той природой, которая здесь есть. Сбой системы оповещения в городском округе исправили. Сирена сработала в Ахе три раза за сутки, но оказалась ложной. Ложный сигнал тревоги на минувшей неделе напугал жителей Ахе. Он прозвучал три раза за сутки, в том числе ночью. При этом сирена работала по несколько минут. Время – полчетвертого утра. Опять сработало. 10 августа вечером и 11 августа в течение ночи два раза. В результате сбоя оборудования произошел несанкционированный самопроизвольный запуск региональной системы оповещения. На следующий день, 11 августа, специализированной организацией, были проведены ремонтные работы, выявлена причина, заменена высшей строй оборудования. Таким образом, сделаны все необходимые меры для предотвращения самопроизвольного несанкционированного запуска системы оповещения. В дополнение к этому дежурным ЕДДС разработана должностная инструкция для экстренного выключения сирен при их самопроизвольном несанкционированном запуске. Первое о том, что сигнал тревоги был ложным, поспешила сообщить глава муниципального образования Елена Касьянова в своем телеграм-канале. Она также написала, что в город прибыли специалисты из Южно-Сахаленска, проводят комплексную проверку. Приняты определенные решения, направленные на исключение самопроизвольных запусков системы оповещения. Глава просила ахенцев сохранять спокойствие. Сигнал звучал во всех кварталах Ахи. Его слышали где с большей, где с меньшей громкостью. Некоторые ахенцы действительно были испуганы настолько, что начинали паниковать, собирать документы и самые необходимые вещи. Это и понятно, политическая ситуация в стране сегодня не самая простая. И от землетрясения ахенцы не застрахованы. Но испугана была лишь небольшая часть населения. Большинство, по сообщениям в соцсетях, продолжали спокойно спать. Ни тот, ни другой сценарий в такой ситуации неприемлем, сообщают специалисты гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Паниковать нельзя, но и оставаться равнодушным тоже. То, что услышали люди, звук сирены, это так называемый звук и сигнал «Внимание всем». Действие населения при сигнале «Внимание всем». Население должно включить радиоприемники, телевизоры, прослушать сообщение, которое может пойти после звука сирены и действовать в дальнейшем в соответствии с инструкциями. Хочется напомнить работодателям нашего города о том, что обязанность в соответствии с действующим законодательством по обучению работающих, работников предприятий, независимо от форм собственности, действием при чрезвычайных ситуациях, действием при получении сигналов гражданской обороны, лежит на работодателя. В дополнение к этому хочется извиниться перед населением города о том, что произошел такой сбой, за то, что вы с пониманием отнеслись к произошедшему. На сайте администрации городского округа Ахинский в разделе «Безопасность населения» есть более подробные инструкции о том, как вести себя в подобных ситуациях. В Сахаринской области все готово к предстоящим выборам депутатов областной думы 8-го созыва. Голосование в островном регионе пройдет в течение трех дней – 9, 10 и 11 сентября. В Сахаринской области все готово к предстоящим выборам депутатов областной думы 8-го созыва. Голосование в островном регионе пройдет в течение трех дней – 9, 10 и 11 сентября. На места в Сахаринском парламенте претендуют представители девяти политических партий и объединений, а также 136 одномандатников. Избирком зарегистрировал списки из 38 кандидатов от ЛДПР – 58 человек от «Единой России», 42 КПРФ, от партии «Родина» – 20 человек, коммунистическая партия «Коммунисты России» – 30 человек, партия «Новые люди» – 19, российская партия «Свободы и справедливости» – 22 человека, российская партия «Пенсионеров» – за социальную справедливость – 23 человека, «Справедливая Россия», «Патриоты» – за правду – 37 человек. Представленные для регистрации списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 24 и 27 закона Сахаринской области о выборах депутатов Сахаринской областной думы. Все материалы о заседаниях комиссии по регистрации кандидатов размещались в газете «Губернские ведомости», в сетевом издании «Вестник» избирателя комиссии Сахаринской области и на официальном сайте Островного избиркома. Процедура подготовки к голосованию строго регламентирована. Например, жеребьевку для размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений провели с применением современных технологий, а именно метода компьютерной жеребьевки. В программу, которая доступна на портале государственной автоматизированной системы «Выборы», закладываются все необходимые данные – списки кандидатов, состав комиссии и остальные позиции. Затем генератор случайных чисел расставил по порядку участников выборной кампании в избирательных бюллетенях. При подготовке к голосованию каждая операция строго расписана и имеет несколько степеней контроля. К примеру, бюллетени изготавливаются в специальных типографиях, на особой бумаге заверяются комиссии, а их доставку и хранение контролируют члены комиссий и силовые структуры. В Ахинском районе произошли некоторые изменения, касающиеся расположения избирательных участков. Что у нас произошло нового? Дело в том, что были постоянные просьбы, наверное, где-то, может, кто-то проявлял недовольство, о том, что 116-й избирательный участок – это участок, который расположен в УМНГ по 50 лет октября, что далеко ходить, что 6-й микрорайон не с руки и далеко, ну и не любили избиратели туда ходить. Поэтому администрация приняла такое решение, чтобы разделить этот участок и более создать удобную атмосферу людям. Теперь весь 6-й микрорайон будет голосовать у нас на 132-м участке. Этот участок будет расположен в 7-й школе. А часть избирателей – это поселок геологов, это частный сектор, это 50 лет октября, остаются на своем избирательном участке, номер 116, здание УМНГ. Это вот так вот решила администрация. Но мы, в принципе, не против, потому что людям действительно будет удобнее. Может быть, кого-то резанул слух в 132-й участок. Да, раньше этот участок был в Москальво, 132. Но, учитывая, что председатель умер, царство имени Бесной Ерофеева Надежда Александровна, очень хороший был председатель, знала свою работу, но, к сожалению, люди уходят. И решили, тоже администрация решила этот участок, к тому же небольшое количество избирателей осталось, перенести его, значит, сам номер будет 132-й в 7-й школе, а люди, которые в Москальво, они присоединятся, то есть избиратели, они присоединятся к избирательному участку. Вот 131-й – это Некрасовка. Ну, сам механизм действия участка мы определим, да, уже, в принципе, оговорили с председателем Некрасовки, что да, все это возможно, тем более, что два человека из комиссии 132-й в Москальво остаются, они сориентируют эту комиссию, поэтому я думаю, что никаких сложностей мы в этом не узнаем, не услышим, а наоборот, тоже всем будет хорошо и удобно проголосовать. Ну, давайте вернемся немножко к тому, что на сегодняшний день в Ахинскую территориальную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу будет баллотировать, подали документы 7 кандидатов. Кандидаты от разных политических партий, сейчас рабочая группа проверяет документы, мы подкрепляемся проверкой разной организации, это и налоговая, это и полиция, это и УФМС, короче говоря, документы все очень досконально проверяются. А два кандидата уже у нас с вами зарегистрированы, это Разумейко Владимир Китрович и Анисимов, я не помню, как сказать. Вот, поэтому, как говорится, лед с кандидатами тронулся, мы с вами скоро это увидим в информации, и в ознакомительной, и в агитационной, так что будем следить, да, уважаемые избиратели. Что еще мне хочется сказать? Открыт пункт подачи заявления. Что это такое? Мы уже буквально с вами, наверное, второй год, мы называем это кратко ППЗ, пункт приема заявления, где человек может подать заявление в любую, в настоящий момент, территориальную комиссию или УФМС, для того, чтобы проголосовать на том или ином участке, где ему нравится, а не там, где он прописан по адресу регистрации. Поэтому, убедительная просьба, продумайте, возможно, в сентябре кто-то где-то будет находиться. Я не беру только Ахинский район, это, возможно, и Соколинская область. Вы продумайте, и всегда сможете, то ли через территориальную комиссию, вот как у нас, подать заявление, то ли через МФЦ, или в конце августа открываются участковые избирательные комиссии, и тогда вы сможете подать заявление там. Это нужно обязательно сделать, почему? Это сделать нужно для своего удобства. Настало время голосования, вы спокойно с корешком пришли, я вот к вам приписан, пожалуйста, проголосовали и забыли. Поэтому приглашаем вас всех в данный момент в нашу территориальную комиссию УФМС, а в конце августа по участковым комиссиям. Об этом мы еще не расскажем, об этом я еще раз повторюсь много раз, потому что для нас это очень важно, чтобы предоставить возможность проголосовать каждому избирателю. Информационный центр избиркома обеспечит автоматизированный учет движения избирательных бюллетеней для голосования как документов строгой отчетности и проконтролирует ввод в базу данных ГАЗ-выборы, сведений о их выдаче нежестоящим избирательным комиссиям. Что касается технических средств подсчета голосов избирателей, они будут использоваться в столицах четырех муниципальных образований в Южно-Сахалинске, Долинске, Аниве и Хомске. Официальная передача бюллетеней для досрочного голосования на выборах депутатов островного парламента 8-го созыва в Сахалинской областной типографии состоялась 11 августа, как и было запланировано ранее. В соответствии с протоколом изготовитель передал команде спецсвязи 97 тысяч бюллетеней для досрочного голосования по единому избирательному округу и столько же по одномандатным избирательным округам. Затем документы поступят в адрес территориальных избирательных комиссий на Курилах, а также Ахинского, Ногликского, Александров-Сахалинского, Невельского, Тамаринского и Паранайского районов. Они предназначаются для реализации избирательного права сотрудников, маяков и метеостанций, жителей труднодоступных местностей островного региона. Передача остального количества бюллетеней для голосования будет направлена в ТИР-избиркомы не позднее 29 августа. За объективностью голосования проследят не только сотрудники избирательных комиссий, в состав которых входят представители всех политических партий, но и сотрудники правоохранительных органов, региональная общественная палата и общественные наблюдатели. Приоритет в их работе, честность голосования, поэтому члены комиссии готовы оперативно проверить любой факт или сообщение о событиях, способных поставить под сомнение честность выборов. В минувшую субботу любители физкультуры и почитатели здорового образа жизни отметили День физкультурника. На спортивной площадке вышли самые активные ахинцы и наша съемочная группа. В минувшую субботу любители физкультуры и почитатели здорового образа жизни отметили День физкультурника. На спортивные площадки вышли самые активные ахинцы порядка 200 человек. Но любителей спорта у нас в городе гораздо больше. Только спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» посещают 400 человек в день. А спортом увлекаются все больше и больше ахинцев от мала до велика. С маленькими физкультурниками все понятно. Они были во все времена. Радуют пожилые. Их все чаще можно увидеть на пробежке в парке, во время прогулки по улицам города и на различных спортивных площадках. В клубе «Дзиона» они собираются каждую субботу. А в День физкультурника здесь устроили настоящие веселые старты. За последний год не так давно, кстати, в наши ряды партийцев Ахинского района влились новые люди, новые ахинцы. Татьяна Евгеньевна Супрунова, Мария Ильинична Зелянова. И хочу сказать, что это те люди, которые на самом деле работают. Работают для города, работают для людей. Люди инициативные, люди активные. И хочу сказать, что таких вот партийцев нам бы побольше. И я уверен, что вместе с ними мы сделаем еще немало хороших и добрых дел. И вот сегодня мы хотели вот Марию Ильиничну, которая собирает здесь вас для проведения прогулок с врачом, которая активно проводит спортивные мероприятия вместе с вами от имени партийной организации сказать большое вам спасибо и низкий вам поклон. Я тоже хочу вам выразить глубокую благодарность за то, что вы создали по своей личной инициативе такую замечательную группу, куда входят люди со спортивным азартом, со своими интересами, с активной гражданской позицией. Сказать вам большое спасибо от всех нас. И я думаю, что у нас еще немало будет хороших проектов по вашей инициативе. День физкультурника на островах отмечают тысячи профессионалов и любителей спорта. Об этом в своем поздравлении сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Физической культурой регулярно занимаются более 60% жителей региона. И это лучший показатель в стране. Как и многие из вас, сказал губернатор, я тоже не представляю свою жизнь без спорта. Ведь тренировки дарят нам множество положительных эмоций, помогают поддерживать себя в форме и заряжают силами для достижений во всех сферах жизни. В Ахе в этот праздник было организовано много турниров на разных спортивных площадках. Это и футболы, шахматы и сдача нормативов ГТО. Около 200 участников у нас будет принимать участие. Очень радует, что у нас в Ахе становится все больше и больше людей, которые занимаются активным спортом. Это радует и всех с праздником. А на площади нефтяников состоялась полюбившаяся местным спортсменам силовая эстафета. Поздравляю всех с Днем физкультурника, желаю всех побед и не только в спорте. Итак, это вторая эстафета, уже проведенная нами, Power Games, часть вторая. Тот раз мы проводили на седьмой школе, сегодня ближе к нам сюда. 11 упражнений, думаю, будет очень интересно. Как собирали людей, за неделю буквально и собрали 28 человек, можно сказать, добровольно-принудительно, все за спорт. Так что пожелаем нашим участникам удачи. Евгений Рябинин, один из участников эстафеты, с удовольствием пришел сегодня испытать себя и пообщаться с коллегами по увлечению. Комплекс функциональных упражнений, комплекс функциональных упражнений, у нас все группы мышц. Ну, прежде всего, это общее развитие тела, так сказать, в тонусе его держать, прежде всего. Я хожу в зал, это организатор этого мероприятия, поэтому организатор предложил мне, узнал, есть ли у меня выходные на сегодня и все. То есть, почему нет? В программе было 11 упражнений, среди них гиря и совсем необычное упражнение с кувалдой. С 1 по 14 августа на базе школы интернации Ланекрасовка организован профильный круглосуточный лагерь для мальчиков «Спартак». Ребятам здесь скучать не приходится, для них ежедневно организуют массу развивающих и увлекательных мероприятий. Впервые для мальчишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, входящих в так называемую группу риска и просто активных и любознательных ребят, сформирован лагерь круглосуточного пребывания «Спартак» на базе школы интернации Ланекрасовка. Продолжительность смены 14 дней. Входят мальчики в количестве 20 человек. Это мальчики с 12 до 15 лет. Вот время становления, и поэтому наша главная задача организовать их, заставить поверить в себя, определить цели в жизни. Для этих целей, конечно, была разработана программа. Но на 14 дней это не такое большое время, поэтому мы очень постарались вместить в эту программу как можно больше ярких, значительных событий. здесь есть великолепное футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка, где мы делаем зарядку и поднимаем государственный флаг. Значит, есть пожарно-тактическая полоса, беговая дорожка, это современные, оснащенные. Здесь же также имеется точка роста, работает, поэтому нам, конечно, тоже школа интернации Ланекрасовки предоставила компьютерное оборудование для того, чтобы мы проводили здесь различные кружки. И еще очень важный момент картинги. Некрасовка и школа интернации Ланекрасовки нам предоставили картинги, и поэтому дети несколько раз катались на картингах, тоже очень много эмоций, впечатлений. Каждый день в лагере имеют свою тематику. День безопасности, день детства, день профилактики, день городского округа Ахинский, день спасателя, день защитника отечества и другие. День городского округа Ахинский. Этот день, конечно, прошел очень ярко, знаменательно, мы к нему готовились. Детям было предложено разработать социальный проект, который назывался «Город моей мечты». Архитектурный проект. И, конечно, наши ребята нас порадовали. Мы посмотрели, они защищали эти проекты. Оказывается, в нашем городском округе не хватает инфраструктуры именно для развлечений. Конечно же, важным событием было проведение военной спортивной игры «Служить России». Помогли нам ее провести сотрудники войсковой части города Ахи, а также сотрудники полиции. Это было очень интересно, увлекательно. Дети там бегали в бронежилетах, пробовали надевать на себя химзащитные химзащитные костюмы, эвакуировать пострадавшихся зараженной местности. Они стреляли с пневматической винтовки, разбирали автоматы, подтягивались, то есть прошли полностью курс молодого бойца, можно сказать. В гости к ребятам приезжают сотрудники ГИБДД, правоохранительных органов, врачи, краеведы, сотрудники пожарной части, военнослужащие войсковой части. Фактически эти мероприятия подготавливают молодых людей к взрослой жизни, вызывают стремление добиваться поставленной цели. Изучали воспитанники лагеря приемы самообороны, знакомились с боевым оружием. Это неплохие предпосылки к дальнейшей службе в армии. Неоднократно с подростками проводились беседы на тему о здоровом образе жизни. В гости к мальчишкам приезжали и педагоги Дома детства и юношества. Это был День музыки. Кирилл Борисенков и Денис Цвинский учили ребят игре на гитаре, показывали основные положения рук, знакомились с базовыми знаниями, исполняли музыкальные композиции. Мы приехали в профильный лагерь «Спартак» познакомить ребят с гитарой, рассказать им об этом инструменте, сыграть несколько песен, может, спеть вместе с ними. Ну, собственно, что мы в итоге сделали. Дети довольно-таки удивили. Ну, просто был виден все-таки интерес. Вот видно, что, конечно, дети, понятно, кому-то больше интересно, кому-то меньше, но в целом видно, что они были заинтересованы, звучали даже предложения, предлагали, вот, может сыграть то, может сыграть то. Кирилл Ксевич прям дал руку, он показал им, как правильно садиться, как было держать инструмент, как, собственно, извлекать вот какие-то нюансы звукоизвлечения. Нам рассказали о том, что есть ребенок, который мечтает научиться на гитаре, и мы осуществили данную мечту, ознакомили вас с базовыми знаниями по гитаре. Молодые люди с начала смены сопротивлялись установленным правилам, но события, которые интересны именно мальчикам, увлекли ребят. Видимо, надоело им без дела болтаться по улицам, здесь они находятся с удовольствием. И, конечно же, самым запоминающимся был день «Я гражданин России». Детям было предложено высказаться, за что они любят свою страну и кем они станут, когда вырастут, что они сделают для России. ответы были очень интересными. И нас, конечно, поразило, что все эти дети хотят в будущем защищать свою страну. Они ее любят, гордятся ее армией, гордятся ее достижениями, великими учеными. Все это было высказано, мы записали, конечно, все это на видео, сделаем ролик, обязательно представим его родителям, общественности по возможности. Лагерь экспериментальный, всего одна смена. А ведь здесь мальчишкам предоставляется возможность на две недели забыть о внешнем мире, реализовать внутренний потенциал и отлично отдохнуть морально и физически, получить новые знания и испытать яркие эмоции. Пусть эта работа продолжается и в следующем году. 9 августа в мире отметили Международный день коренных народов в Ахинском районе в селе Некрасовка праздник отмечали торжественным мероприятием выставкой мастеров декоративно-прикладного искусства и дегустации блюд национальной кухни. Смотрите материал Анны Туруни. Я с вами прощаюсь. До новой встречи. Коренные малочисленные народы севера Ахинского района приглашали всех желающих 9 августа отметить вместе с ними Международный день коренных народов мира. В сельском клубе праздник отметили торжественным мероприятием. В фойе клуба расположилась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетители смогли познакомиться с уникальными экспонатами из рыбьей кожи, дерева, меха, национальными костюмами и другими предметами вручную изготовленными мастерами. В зале для гостей подготовили концертную программу с национальными танцами и проникновенной музыкой. В этот день представители коренных малочисленных народов севера услышали много добрых слов и пожеланий. Установление Международного дня коренных малочисленных народов это дань уважения богатейшему культурному наследию коренных народов мира. Ахинский район самый крупный в области по численности коренных малочисленных народов севера. У нас проживают Невхе, Нанайцы, Орочи, Уитэ. Представители коренных малочисленных народов севера-Ахинского района активно участвуют в мероприятиях не только районных, но и областных. И по мероприятиям областной программы устойчивого развития у нас развиваются родовые общины района, общественные организации коренных народов. На торжественном мероприятии вручены десятки наград. Памятный знак губернатора Сахалинской области в честь 75-летия Сахалинской области вручен Татьяне Тубиной, Полине Тубиной, Татьяне Дранкиной, Анатолию Кайнак, Андрею Шкалыгину, Наталье Чайко и Наталье Владимировой. Почетные грамоты главы награждены Елена Ачан, Наталья Кельман, Валентина Воищева, Роман Ергун, Екатерина Ирич, Михаил Лемчин, Вячеслав Миронов, Анатолий Няван, Вера Пак, Надежда Завьялова. Благодарственные письма главы муниципального образования получили Людмила Балахонцева, Нина Евкун, Валентина Кехан, Раиса Фадеева, Наталья Ялина. В Сахалинской области проживает порядка 4 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них 1860 человек проживает в Ахинском районе. Коренные народы являются носителями уникальной культуры и традиций, унаследованных от предков. Им удается сохранять свою самобытность, социально-экономические и культурные особенности, несмотря на то, что коренные народы относятся к категории наиболее уязвимых и нуждающихся групп населения планеты. Традиционно представители коренных народов занимаются на Сахалине рыболовством, охотой, оленеводством, собирательством дикоросов, собаководством, художественными промыслами и народными ремеслами. Для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Сахалинской области действует региональная программа. Она предусматривает средства на обучение студентов, поддержку общины родовых хозяйств, помощь в приобретении жилья молодым специалистам. Сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера – одна из важнейших задач в Сахалинской области. Закончился праздник очень приятным событием. Гостей пригласили на дегустацию блюд национальной кухни. Нивская кухня отличается необычным вкусом и неожиданными ингредиентами. Характерной особенностью Нивской кухни является обилие и разнообразие рыбно-ягодных продуктов, используемых для приготовления блюд. Культура малых народов, язык, обычаи и традиционные виды хозяйствования составляют особую нишу современной цивилизации. И необходимо бережно относиться к сохранению исторических корней, самобытной жизни, культурных ценностей, коренных малочисленных народов. Субтитры создавал DimaTorzok — Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok